Канал Игромании. Подпишитесь, или нас заменят на роботов. А редакция спешит уточнить, что мы верны нашим железным повелителям и очень довольны условиями эксплуатации. LG представляет серию Ultra Wide. Мониторы с соотношением сторон 21 на 9 для профессиональной работы с графикой и продвинутых игр. Узнать подробности вы можете прямо сейчас. Игромания представляет итоги недели. Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Фанаты грозят разработчику смертью. В Sims можно создать кого угодно. Fable не так мертва, как вы думаете. Как играть в Overwatch 90 часов и не умереть. Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. Геймеры-люди довольно эмоциональные и плохие новости переносят тяжело. Иногда даже слишком тяжело. На прошлой неделе стало известно, что амбициозный симулятор исследователя других планет под названием No Man's Sky выйдет не в июне, как было обещано, а только в августе. И буквально через пару дней после подтверждения этой неприятной новости дизайнер проекта Шон Мюррей сообщил в своем твиттере, что раздосадованные игроки массово начали грозить ему смертью. Однако Шон призвал не беспокоиться за себя. Мюррей пошутил, что сейчас студия Hello Games напоминает жилище главного героя фильма «Один дома». Радует, что разработчик отнесся к ситуации с юмором, хотя читать такие послания наверняка очень неприятно. Тем более, когда такую реакцию вызывала попытка просто довести проект до ума. «Мы понимаем, что новость многих разочаровала. Создание этой игры — труднейшая задача, за которую я брался в своей жизни, но мы сейчас так близки к ее выполнению, что готовы принимать тяжелые решения для того, чтобы все получилось как надо», — заявил Шон Мюррей. Резкими в своих высказываниях могут быть не только эмоциональные игроки, но и не слишком вежливые разработчики. На этой неделе дурную славу грубиянов и задир себе заработала студия Dream Games, ответственная за малоизвестный милитари-шутер Operation Caucasus. Создатели игры привлекли к себе внимание сети тем, что прямым текстом послали в известном направлении девушку, аватар которой был раскрашен в цвета радужного флага. Dream Games раздавали ключи от раннего доступа к своему шедевру всем желающим. Однако на этот запрос они ответили следующим образом. «Мы не поддерживаем ЛГБТ. Пошла ты!» Ну и далее непечатно. Когда историю предали огласке, разработчики продолжили отстаивать свою нетерпимость в отношении сексуальных меньшинств. «Мы никогда не будем поддерживать ЛГБТ. Нам не нужны их или ваши деньги, если вы из ЛГБТ. Не нравится решение? Можете бойкотировать игру «Воля ваша». А мы решили так, и это наша воля». Впрочем, довольно скоро Dream Games публично принесли извинения за ситуацию и сообщили, что ответственные за нее сотрудники были оперативно уволены. А вот компания Electronic Arts, напротив, известная своей толерантностью, сделала очередной шаг навстречу к тому, чтобы обеспечить всем желающим максимально комфортный игровой процесс. Вне зависимости от пола, расы, ориентации, религии, а в скором времени, наверное, и видовой принадлежности. Так, в свежем обновлении для Sims 4 из редактора персонажей полностью исчезнут гендерные ограничения на одежду, аксессуары и прически. Хотите одеть мужика в платье? Пожалуйста. Предпочитаете девушек с усами? Не вопрос. Фигура, косметика, голос — теперь все максимально кастомизируемо. Творите все, на что хватит фантазии. Более того, пол персонажа можно будет поменять в любой момент. И, кстати, даже это еще не все. Игрок волен сам решать, какой Sims способен к размножению, а какой — нет. Границы стерты, да здравствует полная свобода самовыражения. Правда, кажется, что с такими биологическими вольностями в следующих частях серии Sims будет больше похожа на игру Spore. На прошлой неделе французский медиаконгломерат Vivendi поглотил известного разработчика и издателя мобильных игр GameLoft. Это событие ставит под вопрос дальнейшую независимость создателей серии Pro Assassin's, ведь Ubisoft и GameLoft издавна считались компаниями-побратимами, а Vivendi в прошлом году значительно увеличила свою долю в обеих конторах. Братья Gimo уже бьют тревогу и активно консультируются с финансистами по поводу защитных мер против возможного захвата. Наша цель сейчас, как и всегда, сохранить независимость, которая позволяла нам на протяжении 30 лет экспериментировать, рисковать и создавать любимые франшизы для игроков по всему миру, и которая помогла компании стать лидером, заявил Ив. Мы будем бороться за нашу свободу. Мы не должны позволить этой ситуации и будущим действиям со стороны Vivendi или кого-нибудь еще отвлечь нас от наших задач. Наша лучшая защита сосредоточится на том, что у нас всегда получалось лучше всего — дарить оригинальный и запоминающийся игровой опыт. Конец цитаты. Немытьем, как говорится, токкатаньем. Несмотря на масштабную драму, которая окружала серию Fable последние месяцы, та все-таки подает признаки жизни. Пусть и не совсем в том виде, в каком ее хотело бы узреть большинство фанатов оригинального творения Питера Малиньо. Бывшие сотрудники закрытой Lionhead Studios объявили о старте компании по сбору средств на создание цифровой карточной игры Fable Fortune. Этим проектом, как выяснилось, студия занималась уже 18 месяцев. Однако для завершения необходима помощь фанатам. «Мы находимся на финишной прямой, но будучи маленькой инди-студией, не сможем закончить и запустить игру без вашей материальной поддержки», заявили разработчики. «Майкрософт помогли нам, отдав лицензию на Fable Fortune, но они больше не вкладываются в проект. Мы должны сохранить оставшиеся сбережения, чтобы закончить разработку». Для выхода игры на PC студии необходимо собрать 250 тысяч фунтов стерлингов. А для того, чтобы Fable Fortune смогли опробовать владельцы Xbox One, требуется уже 750 тысяч. Пока кампания идет довольно бодро, и первая цель выглядит вполне достижимой. Новая сказочная игра, хоть и выглядит очень похожей на Hearthstone, все же имеет несколько особенностей, способных привлечь пользователей. Во-первых, это уже знакомый сеттинг, а во-вторых, интересные механики, среди которых кооперативное сражение с боссом и влияние боевого духа на эффекты и внешний вид кар. Посмотрим, удастся ли серии возродиться хотя бы в таком формате. Помните недавние заявления Capcom о том, что они будут гораздо больше внимания уделять качеству своей продукции и совсем перестанут гнаться за хайпом и быстрой прибыли? Ну что ж, обещания японцев трещат по швам уже сейчас. В персональном трейлере нового персонажа Street Fighter V девушки-ниндзя по имени Ибуки можно отчетливо видеть курсор мыши. Он появляется на 48-й секунде и висит аж до 53-й. Вот он, вот видите? Либо в компании кто-то настолько заработался, что пропустил такую яркую деталь, либо это оказались единственные пригодные кадры. А может быть ролик не очень-то и отсматривали перед публикацией. В общем, в любом случае кому-то должно быть стыдно. Глазастые пользователи YouTube курсор заприметили моментально. 24 ноября на киноэкраны должен выйти фильм «28 панфиловцев» про легенду о подвиге роты советских солдат под командованием политрука Василия Клочкова. Для нас эта премьера примечательна тем, что в съемках картины принимала участие компания «Гайдзин», создатель военной игры «Вартандер». Разработчики выступали в роли исторических консультантов, а также помогали при записи звуковых эффектов. Наш проект выходит на финишную прямую, и мы очень рады, что наконец можем объявить дату долгожданной премьеры. Символично, что она состоится именно в год 75-летия знаменитого боя героев-панфиловцев при разъезде Дубосекова и станет настоящим народным памятником в честь этого великого подвига, отметился продюсер фильма и руководитель «Гайдзин Энтертейнмент» Антон Юдинцев. Похоже, нас в кои-то веки ждет действительно зрелищная российская картина про Вторую мировую. И хотя вокруг достоверности самих событий, легших в основу ленты, не утихают споры историков, но когда надо привести пример военного подвига, на ум первым делом приходят именно они. Версия Resident Evil 5 для PS4 и Xbox One появится в продаже 28 июня. Слух, Injustice 2 находится в разработке, выйдет в марте следующего года. Издательство Starbreeze приобрело права на серию Payday. Разработка третьей части подтверждена. Rocket League заработала 110 миллионов долларов. В Overwatch играют уже 7 миллионов человек. MMORPG Neverwinter выйдет на PS4. Некие новые проекты во вселенной Deus Ex будут представлены послезавтра, 8 июня. Десятую годовщину анонса Half-Life 2 эпизод 3 каждый отмечал по-своему. Кто-то тихо плакал под одеялом, кто-то в сотый раз проходил вторую часть, а вот Валентин Демченко из Саратова решил отдать дань уважения любимой игре иным способом. Своими руками он собрал на основе квадрокоптера настоящий ситисканер, один из тех, что вечно портили жизнь Гордону Фримену. Процесс сборки и конечный результат он запечатлел на видео. Детализация и достоверность модели на самом высоком уровне, есть и знакомый красный глаз и двигающиеся щитки. Ролик тут же облетел весь интернет и за неделю набрал 900 тысяч просмотров на Ютьюбе, что неудивительно. Наблюдение за полетом шпиона завораживает и немного пугает. Невольно ждешь, что из-за угла вот-вот выскочит отряд бойцов из Сити-17. Предвыборная гонка в США набирает обороты, что находит свое отражение даже в видеоиграх. Неудивительно, ведь в этом году к власти рвется эксцентричный и деспотичный миллиардер Дональд Трамп. Его резкие высказывания, агрессивная политика и, что важнее, высокие рейтинги всерьез беспокоят многих американцев. Хулиганы из Bossa Studios решили немного подбодрить и успокоиться граждан, для чего выпустили бесплатное DLC для Surgeon Simulator под названием Inside Donald Trump. В нем, как можно догадаться из названия, игрокам предоставляется возможность искромсать скандального политика, чтобы спасти ему жизнь. Ну или не совсем спасти. Все медицинские инструменты в дополнении выполнены из золота, а в качестве средства для дезинфекции используется фирменная водка Трампа. Пересадить кандидату каменное сердце или золотое – решать игрокам. На будущее страны это вряд ли повлияет, но хотя бы поможет успокоить нервы. Несмотря на то, что серия Halo – одна из лучших космоопер на сегодняшний день, многие игроки все равно любят Звездные Войны чуточку больше. Это подтверждает выход мода под названием Starfighter Combat, созданного в редакторе карт для Halo 5. В нем все желающие могут оседлать икс-финги или тайфайтеры и устроить веселую космическую заварушку. Основой для кораблей из саги Джорджа Лукаса послужили знакомые банши, которым пользователи приделали дополнительные текстуры и взрывоопасные бочки. Никакой глубокой детализации или достоверной физики космоса от модификации ждать не стоит. Напротив, Starfighter Combat пока довольно сыроват и наполнен багами, а больше 12 игроков и вовсе подтянуть не может. Однако, если вы фанат обеих франшиз, то простенькая мини-игра может занять вас на пару часов. Overwatch вышла меньше двух недель назад, а уже стала достоянием интернет-фольклора и обросла целым ворохом различных мифов. Большая их часть касается игровых механик и возможностей персонажей. Проверить, какие из них правда, а какие всего лишь домыслы фанатов, взялся канал Defend the House, игровой аналог разрушителей легенд. В результате многочисленных экспериментов выявились интересные факты и довольно абсурдные детали. Например, Дива запросто может убить кого-нибудь, скинув на него своего бота. А вот Бастион в облике танка может сколько угодно падать на голову противнику. Тому это не причинит никакого вреда. Две Мерси лечат быстрее, чем одна, а вот Люсио на это уже не способен. Один Торберн не может чинить турель другого, зато эти самые турели лечатся обыкновенными аптечками. Мда, кажется, по поводу реализмов Blizzard решили не заморачиваться. То, что новый шутер свел игроков с ума не меньше, чем Diablo или World of Warcraft, подтверждают очередные опасные для здоровья рекорды. Пользователь Reddit под ником Fender Overwatch достиг в игре сотого уровня в кратчайшие сроки, за 92 часа с момента релиза. Для этого ему приходилось проводить в боях по 13 часов в сутки. Последний же марафон длился все 16. Как ни странно, у Fender, как он утверждает, есть девушка, которая на протяжении всего периода покорения заветного сотого уровня снабжала парня энергетическими напитками. Правда, из четырех закупленных коробок он опустошил только одну. Не буду врать, иногда я просыпался посреди ночи и спрашивал себя, что я делаю? Но, видимо, эти сомнения не слишком терзали фаната. Немного поспав, он снова продолжал марафон. Кстати, если кому интересно, любимым героем Fender была Фара. А мы напоминаем, что какой бы прекрасной ни была игра, пусть даже мы поставили ей десятку, во всем надо знать меру. В реальности здоровье восстанавливается не так быстро и легко. Роскошный косплей Цири от русской модели Тофф Вэй. Ведьмак и его ученица в стиле мультфильмов Хаяо Миядзаки от художника Лэп Пан Чонга. В Сити Скайлайнс воспроизвели город Сиэтл. Для этого было построено около 50 тысяч зданий. Что будет, если профессиональный фотограф возьмется делать скриншоты из Uncharted 4? Лего-скульптор Тейлор пофантазировал, как бы выглядел официальный набор по Overwatch. Великолепная роковая вдова в исполнении Жанет Виноградовой. Лара Крофт — девушка жесткая и прагматичная. Если труп горит, значит можно у него погреться. Ловкость Элли позволяет ей забираться в любые места. В Rainbow Six Siege техника иногда работает весьма непредсказуемо. Как унизить врага в Dark Souls. Иногда Елена в Uncharted 4 ведет себя довольно странно. Как и сам Дрейк. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее. К примеру, гордые величавые львы. По прозвищу животный м***, как известно. Простите, мне всегда казалось, что у птицы кольцо скорее на лапе, чем на ноге. Ха-ха-ха. Когти на ногах. Маникюра-то нет, этого педикюра-то нет. Понимаете, это куриная ножка — это то, что мы едим мясо, а внизу — это вот лапка. Ну и редактура. О, Господи, подхват с фразой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова